Те, кто учился в школе в советское время, помнят три заветные буквы ГТО или готов к труду и обороне. Эта программа физической и культурной подготовки основывалась на единой и поддерживаемой государством в системе патриотического воспитания населения. Ты знаешь, что такое ГТО? Готов к труду и обороне. Для чего вообще служат занятия физической культурой? Ну, в первую очередь для здоровья, чтобы поддерживать свою форму, быть ловкими и здоровыми. Структура нынешнего комплекса включает в себя 11 ступеней. Каждая из них имеет свои испытания и нормативы их выполнения. Преодоление первых семи ступеней дает право на получение бронзового, серебряного или золотого знака. Здоровьем сегодня не блещут ни старшеклассники, загруженные уроками, ни первоклассники, у которых все нагрузки еще впереди. Подростки стали менее сильными. Лишь половина 17-летних мальчиков и девочек способны выполнить возрастные нормативы по физической подготовке. Хотя многие из них занимаются в спортивных секциях. Мое личное отношение очень даже положительное. Во-первых, потому что это хорошо скажется на всей подрастающей молодежи нашей, на всех учениках. Во-первых, сейчас я первый год работаю в школе, и я даже вижу, как дети, ученики на переменах постоянно подходят к турнику, стараются больше и сильнее себя преодолевать. Нормативы прыжок в длину сдают все девочки и мальчики с места. Мальчики сдают подтягивания на перекладине, челночный бег сдают и девочки и мальчики, пресс девочки и мальчики. Также 30 метров бег, 100 метров, 60 метров и, не знаю, можно назвать это кроссом, нет, и 2000 метров сдают мальчики. В Одинцовской гимназии номер 4 спортивным мероприятиям уделяется особое внимание. Не так давно в школе состоялся футбольный турнир «День здоровья». Эти соревнования проходили в усиленной борьбе, в итоге победивших команд наградили заветными кубками в форме футбольных мячей и подсчетными грамотами. Народная пословица гласит, быстрого и ловкого болезнь не догонит. Все хотят быть физически здоровыми, а занятия физкультурой помогают достичь эту цель. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok